Когда я попадаю в места, в которых есть много рыбы, я оттуда спокойно уйти не могу, совершенно забывая о том, что готовить это нужно мне. Сегодня зубатка. Шикарная рыба, очень-очень вкусная и красавица. Сегодня, друзья, готовим стейк из зубатки. В духовке разрежем зубатку на стейке, подготовим ее. С этого куска кожу я снимать не буду, поскольку я его буду запекать в духовке и кожа будет держать форму хорошо. А вот второй вот этот кусок я сниму кожу, потому что я его планирую отваривать. Бульон от зубатки тоже очень вкусный и кожу там мы варить не будем, чтобы она не испортила нам вкус. Это у нас будет уже другое видео, поэтому продолжаем дальше. И начинаем работать с нашим стейком. Одну столовую ложку муки, к ней одну столовую ложечку крахмала. И перемешаем. Отставим до надобности. Теперь надо рыбку посолить хорошенечко. Рыба любит соль. Потом беру приправу для рыбы. Если нет, можно обойтись другими приправами. Добавим ложечку орегано. Это очень вкусно для зубатки будет. Можно заменить розмарином или прованскими травами. Все закрепим оливковым маслом. Здесь мы смотрим, сколько понадобится. Куски рыбы разные. И поэтому может понадобиться и 2, и 3, и 4 ложечки. Теперь я тыльной стороной ложечки прижимаю все специи на рыбку, чтобы они как бы приклеились к ней. Я решила еще немножко подсолить, потому что мне показалось, что я все-таки посолила мало. И поперчу. Черный молотый перец. И все повторим с другой стороны. Дальше мы аккуратно наносим муку с крахмалом также с обоих сторон. Опять же прижимая ложечкой, так чтобы мука и крахмал хорошо прилипли к поверхности рыбки. И удерживали в ней соки и специи. Теперь надо немножечко обтряхнуть будет муку и аккуратно выложить на сковородку. На одной стороне нужно жарить минуты 4, так чтобы как следует образовалась корочка. Сначала на очень большом огне, а потом сделать средний, но ни в коем случае не маленький, иначе все опадет. И еще минутку-полторы подержать на этой стороне. После этого переворачиваем. И вот такая красота у нас получается. И на этой стороне обжаривать тоже 5-6 минут до образования корочки. А пока стейк дожаривается, мы включим в духовку и разогреем ее до 200 градусов. Можно было бы и на 180 градусах завершить приготовление, но тогда корочка ослабнет, и ее не будет. Поэтому придется доводить до готовности на температуре 200 градусов. Минут 7. Куски рыбы разные, и поэтому точное время сказать невозможно. Это все зависит от того, на сколько граммов у вас кусок, насколько он большой или маленький. Также, если вы хотите приготовить на праздничный стол не один кусок, то в этом случае можно застелить противень пекарской бумагой и выложить несколько кусков на противень, и точно так же закончить работу по приготовлению вкусной рыбы. Ну вот, все готово, и теперь нам нужно красиво выложить и украсить наше блюдо. Рыба у нас получилась вкусная, очень хорошо приготовленная, сочная и ароматная. Теперь мы должны ее еще сделать и красивой, чтобы она красиво смотрелась на нашем столе. Можно, конечно, оставить и так, потому что она у нас не развалилась, не пригорела и очень хорошо выглядит и без украшения. Ну, можно и что-нибудь такое добавить. Допустим, вот так поставить помидорки. Или взять и разрезать их и уложить вокруг блюда. Есть, конечно, еще очень много способов, как украсить и зеленью, и всем. Но мне кажется, что такую красоту сильно раскрашивать не надо. Ее нужно просто чуть-чуть подчеркнуть. Вот и готово. Готовьте разную рыбу на праздники и на будни. это очень полезно и вкусно. И будьте здоровы!